Время действовать! Сегодня кульминация Петербургского экономического форума, основной день его работы. Уже заключены значимые для страны контракты, в том числе и для нашего региона. Напомню, накануне Игорь Кошин подписал соглашение, благодаря которому уже в этом году 6 населенных пунктов округа смогут подключить к высокоскоростному интернету. Но что касается ключевого события форума, то сегодня на пленарном заседании выступил Владимир Путин. Президент обозначил основные векторы развития национальной экономики в условиях санкций и общей напряженности в мире. Говорили в Петербурге и о Арктике. Эта тема для нас куда ближе. Из северной столицы по телефону моя коллега Ирина Цепетова. Она сейчас работает на форуме. Второй форумный день начался от панельной сессии «Арктика. Новое экономическое пространство». В части от стикеров были министры экономики и транспорта, руководители администрации Северного Московского и Соскомфлота и, конечно, главный полярник страны Артур Чилингаров. Речь шла о развитии международного сотрудничества в Арктике и роли российских арктических регионов в развитии этой территории. В интервью нашему телеканалу Артур Чилингаров отметил, что министский округ по праву вошел в флота практической зоны и что для округа это, конечно, мощный стимул и уникальное возможности. Речь президента трансфировалась на больших экранах в пресс-центре. В ходе своего выступления Владимир Путин отметил, что глубокого кризиса в экономике России не произошло, но уверенно проходим через полосу трудностей. Ответные меры по поддержке экономики, безусловно, сработали. Сейчас страна переходит к системному развитию. Повторюсь, в своем выступлении президент говорил о привлечении инвестиций, о том, что власти сегодня делают все для создания лучших условий для инвесторов. Основная мысль президента – мы должны научиться производить качественную конкуренсную продукцию, востребованную не только в России, но и за рубежом. Весь на форуме мы также пообщались с нашими губернаторами Грин Кошиным. Вчера и сегодня он завел много встреч, переговоров с коллегами, руководителями крупнейших российских банков, универсальных структур, которые работают на нашей территории. Как отметила глава региона, местный округ сегодня вместе со всей страной развивается в новых экономических условиях. Задача номер один в экономике региона сегодня – это, конечно, привлечение инвестиций. Необходимо привлекать на территорию округа инвестиции, увеличиваются вдвое объемы добычи углеводородов. Это даст увеличение налоговых платежей из бюджета всех уровней, в первую очередь, конечно, федерального. А для этого сегодня с властями региона также создаются все условия. И на фоне других регионов сейчас в медицинском округе, конечно, более благоприятные полные снижения с последних событий. Я имею в виду принятие пакета налоговых хлебов для недропользователей. Поэтому прогнозы более чем благоприятные, округ развивается. 21 июня представители одной из самых уважаемых и почетных профессий отметят свой профессиональный праздник – День медика. Профессия медицинского работника в обществе на особым счету, ведь спасение людей для них – это ежедневная тяжелая работа. Надежда Литкова от тех, кто ежедневно и даже ежеминутно приходит на помощь для тех, к тем, кто в ней нуждается. История окружного здравоохранения началась вместе с историей Ненецкого национального округа в 1929 году, когда был создан ОКР-здравотдел. Сегодня в системе здравоохранения региона работают 23 учреждения и 1700 человек. День медицинского работника отмечается ежегодно в 3 воскресенье июня. В актовом зале городской администрации поздравили и наградили сотрудников Ненецкой окружной больницы. Спасибо всем ветеранам здравоохранения, всем врачам, медицинским сёстрам, младшему медицинскому персоналу, всем тем, кто считает этот праздник День медицинского работника своим вечеринальным праздником. Спасибо за ваш самокруженный труд. Профессия медицинского работника требует огромных душевных и физических затрат, ведь здоровье пациентов зависит не только от умений специалиста, но и от внимательного отношения. Лучших сотрудников честовали и в поликлинике Заполярного района. Одно из главных достижений учреждения – передвижной медицинский отряд. Врачи совмещают работу в поликлинике с частыми поездками в населённые пункты округа. Сказать, что кто-то отличился или кто-то лучше работает, кто-то хуже работает – у нас очень хороший коллектив. У нас все сотрудники подобрался такой вот дружный коллектив. Они все болеют за общее дело и каждому хочется сказать спасибо. Каждый на своём месте и каждый у нас старается сохранить здоровье другим. В медицинских учреждениях поощрять лучших работников накануне профессионального праздника – добрая традиция. Однако многих из них увидеть на торжественных мероприятиях невозможно. Идёт приём пациентов. Такова специфика профессии. Надежда Литкова, Роман Делимарский, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ну а служба скорой помощи в ожидании ещё одного праздника. Летом коллектив ждёт переселение в новостройку. Здание уже готово, идут внутренние отделочные работы, переезд в новое светлое здание – событие долгожданное. Каким будет новое рабочее место тех, кто трудится порой в экстремальных условиях, и тех, кто первый приходит на помощь нашему корреспонденту, рассказали будущие новосёлы. Конструкцию делал фельдшер, да, сам. Удачно так, в принципе, и она всё ещё функционирует. Но сейчас в новое здание у нас пришли новые, конечно, там всё. Но мы хотим оставить это как историю. Не только мебель, комнаты, но и само здание скорой помощи можно назвать историческим. В эксплуатацию его запустили в 1933 году. С тех пор в нём побывали разные организации. Служба скорой помощи переехала туда в 2009-м. Старенькие помещения довольно тёплые, но слишком тесные. Медикаменты и оборудование приходится хранить в коридоре. Она здесь проседает, наоборот, эта сторона проседает, это стоит на месте. Ремонт в здании не проводили давно, но фельдшеры и врачи уже не расстраиваются. Совсем скоро они переедут в апартаменты. Новый корпус площадью более тысячи квадратных метров ждёт своего часа. Исполняющий обязанности заведующего скорой помощью Дмитрий Желяков с удовольствием проводит экскурсию по новострою. Вот тут будет скучерская. Здесь будут у нас все камеры вокруг помещения. Ну, надо ещё, конечно, очень много работать. Здесь у нас непосредственно боксы, где будут находиться автомобили скорой медицинской помощи. Сколько тут машин? Раз, два, три, четыре, пять. Новые боксы для новых машин. К осени автопарк скорой помощи тоже обновится. Четыре автомобиля класса «Б» позволят оказывать первую помощь особо тяжёлым пациентам прямо на борту. Например, пострадавшим в ДТП. Эти вызовы занимают второе место по популярности. На первом – сердечно-сосудистые заболевания, третьем – онкология и различного рода травмы. Фельдшерам и врачам необходимо периодически обновлять свои знания по медицине. Учебный класс, где будут располагаться различные манекены. Учебное оборудование для совершенствования, оказания помощи, обучения персонала. Актовый зал, где мы будем все собираться на различные конференции, доклады и семинары. Душевые кабины для персонала, комнаты отдыха, женские и мужские. Скорая помощь работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. При таком режиме и отдых нужен соответствующий. Обжить новенькие кабинеты сотрудники скорой помощи планируют в июле. В здании осталось проложить коммуникации и расставить мебель с оборудованием. Самое длительное время займет получение лицензии. Ну а потом – долгожданное новоселье. Валентина Чебичек, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Медики, учителя, инженеры, выпускники определяются с выбором будущей профессии. В России начался прием в ВУЗы. В этом году помимо результатов ЕГЭ при поступлении будут оценивать и личные достижения выпускника. Так что готовьте портфолио. Ну а накануне в регионе стали известны результаты госэкзаменов по химии, обществознанию. 11 школьников тестирования завалили. Стали известны очередные результаты ЕГЭ. На этот раз по химии. Тестирование проходило 8 июня. В Ненецком округе экзамен по данному предмету описали 23 выпускника, в том числе и прошлых лет. В итоге средний балл за проверку знаний по химии в регионе равен 64. Это выше, чем в общем по стране. В России он составляет всего 53 балла. Напомню, чтобы экзамен считался успешно сданным, человеку необходимо было набрать 36 баллов в округе. Лучший результат показал выпускник 2-й городской школы Тимофей Овчинников. И он набрал 94 балла. Также накануне стали известны результаты ЕГЭ и по обществознанию, самому популярному предмету по выбору. В регионе его писали 118 человек, 13 – это выпускники прошлых лет. И здесь результаты куда хуже. 11 школьников в ЕГЭ завалили. Все они не преодолели минимальный порог, который по обществознанию составил 42 балла. Ну а лучшая работа у Алены Захарьиной из 5-й школы девушка смогла набрать 88 баллов. Напомню, ознакомиться с результатами ЕГЭ можно на едином официальном портале. Адрес сайта www.eg.edu.ru И сегодня же в российских вузах стартовала приемная комиссия. Сдавшие ЕГЭ выпускники начинают подавать документы. Всего будет две волны зачисления. В первую обязанное принять не менее 80% абитуриентов. Одно из важных нововведений этого года – учет индивидуальных достижений выпускников. Получить дополнительные баллы и подняться на несколько позиций в общем рейтинге можно за счет портфолио. С золотой школьной медалью, победами на Олимпиадах, в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Также некоторые институты будут учитывать успехи при сдаче норм ГТО. А еще результаты итогового сочинения, которое после введения единого госэкзамена писали впервые. В регионе открыли для движения мост через реку Куя. Напомню, он соединяет столицу региона и поселок Красное. Сейчас по конструкции могут проезжать все виды транспорта. Об этом сообщили в департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта. В этом году в связи с доходом и паводком демонтаж моста провели 13 мая, после чего больше месяца жители Красного находились отрезанными от большой земли. На противоположный берег они перебирались вплавь на лодках. Регулярное автомобильное сообщение восстановили накануне. Мост собирали около двух суток. И добавлю, сейчас на дороге Наринмар-Красная, которая была повреждена в результате разлива паводковых вод, начался ремонт. Специалисты Наринмар-Доримстроя укрепляют земляное полотно. В Каратайке отменили режим ЧАЭС. Напомню, в населенном пункте его ввели 9 июня в результате разлива топлива из затонувшей баржи в реке Каратаиха. По предварительным данным, в воду попало около 200 литров нефтепродуктов. Сейчас место разлива огорожено боновыми сооружениями. Утечка топлива из баржи прекратилась после того, как на своей части был смонтирован новый клапан, вместо поврежденного во время ледохода. Разлившиеся дистоплива специалисты нейтрализуют с помощью сарбента. Водолазами уже проведено обследование затонувшей баржи для перекачки с нее оставшегося топлива. Предварительно около 90 кубических метров подготовлены емкости, находящиеся на берегу. Тем временем проведен анализ качества воды в Каратаихе. По словам главы Заполярного района Алексея Михеева, угрозы нарушения жизнедеятельности нет. Затонувшую баржу на берег начнут поднимать только после спада в реке воды. Плавсредство находится на глубине около 4 метров. Управлением Росприроднадзора по Ненинскому округу возбуждено дело об административном правонарушении. В данный момент проводится расследование в отношении владельца баржи Акционерного общества «Север-Геофизика» Республика Коми. Предприятию, виновнику аварии, поручено создать в Каратайке резервный запас сарбента и организовать очистку берега реки от остатков дистоплива. И смотрите далее выпуски. Без пяти век человеку-легенде исполнилось 95. Очередной юбилей отмечает Петр Спирихин. С днем рождения поздравил сам Владимир Путин. Человек-легенда, участник Великой Отечественной войны, уроженец первого русского города Заполярья Петр Спирихин отмечает сегодня 95-летие. Поздравить юбиляра приехали руководители органов власти округа города Заполярного района, Совета ветеранов. Письмо с поздравлениями Петру Спирихину направил и президент России Владимир Путин. Долгое время Петр Михайлович работал директором и преподавателем истории в Великой Височной и Средней школе. И до сих пор его ученики, которые уже тоже пенсионеры, каждый год поздравляют ветерана с днем рождения. И память он оставил в наших сердцах очень хорошую. Во-первых, трудолюбие. Это все заложено было со школы. Все лучшие, качественные ученики. Петр Михайлович отметил, что сейчас важно воспитывать у молодежи дух патриотизма. Она должна работать на благо Родины и возвращаться в округ. Несмотря на солидный возраст, Петр Михайлович не отстает от современной жизни и очень внимательно следит за политической и экономической ситуацией в регионе, в стране и даже в мире. Семейный портрет на фоне моей жизни. Открытием персональной выставки под таким названием свой юбилей отмечает еще один известный в округе человек – Ихан Сидейский. Сегодня в 85 гостей именинник принимал в Центре народного и декоративно-прикладного творчества. Его судьбе можно позавидовать. Удачная карьера, дружба с известными людьми, космонавтами, политиками, писателями. Многочисленные награды правительства и целая коллекция именных памятных подарков. За плечами Тихона Сидейского большая трудовая биография активного участия в общественно-политической жизни Ненецкого округа. Его имя вписано в историю НАО и как комсомольского партийного лидера, и как председателя Ненецкого окружного исполнительного комитета народных депутатов. Я помню, я делаю, я помогаю. Под таким девизом 22 июня в День памяти и скорби начнет работу благотворительный фонд «Память поколений». Цель – сохранение памяти о героическом прошлом и сбор средств для помощи ветеранам Великой Отечественной, а также участникам других военных конфликтов. Помочь может любой человек. Перечислить деньги можно будет через сайт фонда, который заработает чуть позже, или отделение Сбербанка. Сумма пожертвования не ограничена. Все благотворители получат отличительный знак в виде красной гвоздики – символ памяти и благородности. Возглавит работу фонда Валентина Терешкова первая в мире женщина-космонавт. Все собранные средства пойдут на медицинское обслуживание, социальную поддержку и улучшение бытовых условий ветеранов. В Хангурее прошел восьмой по счету межмуниципальный праздник клубов «Общение пенсионеров» и «Помнит Россия». Его посвятили 70-летию Победы. В поселок съехали с клуба из Оксина, Каменки и Макарова. Люди высокого возраста со сцены продемонстрировали различные творческие номера. Тематика фестиваля – это, конечно же, Великая Отечественная. Песни Великой Отечественной войны, песни о вдовах, песни о погибших, песни о пропавших без вести. Вот такие сценки, посвященные жизни женщин в Наринмаре. Вообще в округе у нас здесь. Праздник муниципальный, поэтому его место проведения каждый раз чередует. Год в Хангурее, год в Оксина. Ассоциация уполномоченных по правам ребенка совместно с общественным движением «Муниципальный щит Москвы» и «Союзом добровольцев России» объявила благотворительную акцию «День знаний в Новороссии». Организаторы призывают жителей страны помочь учащимся Донецкой и Луганских народных республик. Во всех субъектах организован сбор средств на покупку школьных принадлежностей, книг, канцелярских товаров и подарков к 1 сентября. Закупленная помощь будет доставлена в республике гуманитарным конвоем МЧС до 1 августа. Передать денежные средства можно и в Нинецком округе до 15 июля. Для этого необходимо позвонить по телефону 449-89.